Здравствуйте, я Денис Курбатов, стоковый фотограф. На канале я делюсь с вами и фиксирую в данном случае для себя придумки, задумки, в данном случае вывод из ситуации в таких фотодеятельностях, как стоки, услуги, проекты, лайфхаки. И потому канал назвал Суб Эф. Сегодня серия о стоке. Скорее всего это не лайфхак, а вывод из ситуации, которую в дальнейшем я повторять не буду. Находясь в аэропорту Харькова, по дороге в Краков, я обнаруживаю, что у меня недостаточно средств для передвижения. Как такое могло произойти? Я до последнего оттянул вывод средств фотобанков, чтобы получить кругленькие сумки. И времени не хватило для зачисления средств на карточку. Посчитаем же, сколько необходимо времени, либо какой усредненный вариант взять для вывода денег. Итак, начнем с конца. В тот момент, когда денежки постучались, в данном случае, на Payoneer, необходимо время для зачисления. Payoneer предлагает две опции. Стандартное зачисление и мгновенное зачисление. Стандартное зачисление – это два дня. Далее. У каждого из фотобанков есть время вывода на счет, или в данном случае на Payoneer. Например, Adobe Dreamstime требует 7 дней, 7 банковских рабочих дней. Депозит Photos запрашивает 14 дней. Опять же, это рабочих дней. Дальше. Одна опция – это подтверждение вывода средств с фотобанка через e-mail. Полезная опция, секьюрная. Таким образом, я смог избежать нелегального списания средств с Bigstock. В данном случае я запросил с депозит Photos денежки, а забыл подтвердить через почту. Стало быть, деньги снова вернулись, потерял время. Выяснили два дня, 14 дней, плюс аварийный день, округлины. Можно брать смело две недели. Безопасно получить средства с фотобанков и быть уверенным в своем передвижении. Особенно, конечно, это важно, если ехать с семьей. В данном случае я ехал один, потому как-то так я попустил эту тему. Ну что ж, у меня на этом все. Начинается новый день тревела. Много приключений, ходьбы, смотрения. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok